Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей 16.12. В студии Михаил Тишин. Мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. Сегодня в выпуске. Поддерживать население или ослабить карантин? Режим предпочитает экономию ценой жизни людей. Предсказал собственное убийство. Сын Назарбаева скончался в Лондоне при загадочных обстоятельствах. Александр Лукашенко перешел кровавый Рубикон. У последнего диктатора осталось два выхода. Открыто воевать с народом или трусливо бежать из страны. Правительство не может спасти экономику от коллапса. Министр здравоохранения сам вырыл себе яму, когда мошенничал со статистикой пневмонии. Правительство провалило обеспечение населения лекарствами и аппаратами ИВЛ. Зато в каждом спортзале устроили лепрозорий сотней железных коек. Некомпетентность людей и властей опаснее для народа, чем любой вирус. Правительство Мамина не может решить дилемму. Как заставить людей сидеть на карантине, но при этом не тратиться на их поддержку? Уже во второй раз условия карантина вынуждены ослаблять. Чиновники балансируют между экономическим крахом и голодными бунтами безработных. Пускай все, сделайте нам до пяти часов хотя бы. Рабочие дни мы все будем соблюдать. Выходные закрывайте, ради бога. Но дайте хотя бы все рабочие дни, пятидневку отработать, хотя бы до пяти часов. Режим вынужденно ослабил карантинные ограничения, но только в будние дни. Массовых протестов власти боятся куда больше, чем коронавируса. Поэтому в выходные продолжит действовать жесткий карантин. Только уже без выплат и кредитных отсрочек. После карантина многие люди не смогут вернуться на работу. Протестные настроения нарастают и осенью в Казахстан закипит. Когда статистику COVID-19 и пневмонии объединили, стало ясно, что погибло в несколько раз больше людей, чем сообщали официально. После ослабления карантина чиновники ожидают новой волны заражений. В этом случае в Астане построят крематорий. Действия Токаева ведут к тому, что число смертей может увеличиться. Он уже ведет переговоры с Россией о закупке первой в мире вакцины от коронавируса. Впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Громко звучит. Но цена этого первенства – непредсказуемые побочные эффекты от массовой вакцинации. Мировые специалисты предостерегают от поспешного использования неисследованного препарата. Почему крайне опасно прививать русскую вакцину против COVID-19? Потому что, во-первых, опыты над людьми запрещены. Тем более опыты с опасными и неизученными белками. Что могут сделать эти белки в удаленном периоде после введения в организм? Могут ли они привести к мутациям, серьезным изменениям иммунитета, заболеваниям? Это неизвестно. Власти ведущих стран мира инвестируют миллиарды долларов в тестирование вакцин от ведущих фармакологических корпораций. По самым оптимистичным прогнозам, безопасная вакцина появится только в следующем году. Только вот диктаторы вроде Путина и Тукаева не станут тратить ресурсы ради безопасности населения. Миллионы граждан заперты дома под страхом штрафа и без возможности заработать на пропитание. Безработица и голод вынуждают людей выходить на протесты. Мы на грани выживания. Мы знаете, мы не от карантина, мы просто с голоду умрем, потому что нам не на что жить. У многих людей даже нет денег на продукты питания, понимаете? Каким образом мы должны оплачивать кредиты? У меня в месяц кредит 300 тысяч в месяц. Каким образом я должна оплатить этот кредит, если я нигде не работаю и мне государство запрещает работать? Гражданские активисты требуют от правительства признать ситуацию в Казахстане чрезвычайной и выплатить по 100 тысяч тенге каждому гражданину за 5 месяцев карантина. Требуем каждому по 100 тысяч независимо от возраста. Требую отставку воровского правительства. Хазавиды! Рыгей! Хазавиды! Рыгей! В воскресенье 16 августа в Лондоне скончался Айсултан Рахат. Он же Айсултан Назарбаев. Причина смерти нарочито заурядная. Остановка сердца. Айсултан не дожил 10 дней до своего 30-летия. Такую же причину придумали Дулату Агадилу, который умер от пыток в изоляторе Астаны. Сына первого президента убили, потому что он открыто говорил о преступлениях правящей верхушки страны. Он лично был свидетелем этих преступлений. Айсултан заранее знал, что готовятся его убийства. Его разоблачительные заявления расскажут многое о причинах смерти. Первым в Казахстане сообщение о смерти опубликовал закон КЗ – новостной ресурс Дариги Назарбаевой. С начала года Айсултан регулярно шокировал общественность разоблачительными заявлениями. Айсултан публично заявлял, что его хочет убить Дарига Назарбаева, которая родила его от Нурсултана Назарбаева. Моя мать держала деда на крючке из-за того, что я его сын. В общем, я, оказывается, сын деда, он меня отцу отдал на воспитание. В смысле, ты не сын Рахата, в смысле, получается, что ли? Это хочешь сказать? Биологически-то. Но для меня он все равно попал. Нурсултана он считал биологическим отцом Рахата Алиева, отцом, который его воспитал. В январе этого года Айсултан открыто заявил, что члены его семьи желают его смерти. В скором времени они меня будут пытаться либо убить, либо доказать, что я псих, либо как отца моего в камере повесят. В чем у вас, я понимаю, у вас история длинная. Все-таки, что она от тебя хочет, Дарига? Да, ликвидируется, где-нибудь сделают, как будто передошли, и я умер. Вот что будет в какой-нибудь косинец, где бы я не прятался. Опасаясь за свою жизнь, Айсултан намеревался просить политического убежища в Великобритании. У него были весомые причины, чтобы бояться покушений. Он открыто говорил о коррупционных связях семьи Назарбаева. Описывал мошеннические схемы с указанием имен и конкретных сумм. Тимур Кулебаев и Каират Баранбаев зарабатывают около 700 миллионов долларов в год на одном газовом контракте с Россией. Когда в Каз Минералс пришел большой приток денег, он тут же был потрачен на приобретение месторождения Романа Абрамовича и в четырехкратном размере переплатили за него. Это мой аккаунт, и все, что я пишу, и есть истина. Воспитавший Айсултана Рахат Алиев был мужем Дариги Назарбаевой. Он также выступил против семьи Назарбаева и стал публиковать данные об их преступлениях. Он бежал из страны и надеялся на убежище в Австрии. Рахата Алиева убили в тюремной камере Вены. Эксперты из Англии заключили, что у Рахата были сломаны ребра. В криминальном клане Назарбаева готовы убить даже родственника, если он угрожает единоличной власти. Страной управляют преступники. Их руки залиты кровью собственных детей. В борьбе за власть эти звери не станут жалеть и народ. Лукашенко упустил возможность мирно уйти из политики и всерьез опасается за свое будущее. Время, когда Лукашенко мог спокойно выйти из игры, было упущено. В Беларуси за силовой захват власти предусмотрена высшая мера наказания. Поэтому окружение Лукашенко опасается, что новая власть применит эти законы. Все 26 лет у власти режим Лукашенко существовал за счет безжалостности силовых структур. Офицерский состав спецназа проходит тщательный идеологический отбор. Они зарабатывают от тысячи долларов и обеспечены полным социальным пакетом. Выдрессированные для убийства силовики расправляются с протестующими по-зверски. Постоянно угрожают изнасилованию. Палку мне тычут между булок. Такие, ну что мы тебе петушком сейчас сделаем. Ну и бьют, бьют, бьют. Их как моли. Можешь их молить, можешь их не молить, они тебя продолжают убить. Ну и тут говорят, ну все, мы сейчас тебя заведем. И все, они в это время говорили, что это были еще цветочки. И дальше ведут меня, это уже около стелы было, они меня вывели. Ведут меня к автозаку другому. И тут я слышу вопли, лютые вопли такие. И они говорят, вот там один ужирный, вот сейчас ты на его месте будешь. Эти муха меня не слышу, но она может остановиться. В принципе, с ним все не так плохо. Барбанная прибонка может взрасти. Пока что сживают раны от осколков у поля, там уже и с ухом разберутся. Меня ослепило, и я еще нашу контактную линзу, у меня довольно плохое зрение. Одна из линз, она выпала после удара по глазу. Видимо, какие-то осколки прилетели. Но меня линза исполнила, благодаря этому я еще осталась из зрения. Журналисты разоблачили ложь МВД Беларуси об одном из погибших. Вот официальные заявления пресс-службы министерства и кадры происходящего. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Уровень преданности казахстанского и белорусского ОМОНа сказывается и на их действиях во время задержаний. Те события, которые происходят в Беларуси, являются показательным уроком для работников нашей полиции. И вы понимаете, что изменения неизбежны. Мы разговариваем со многими полицейскими в регионах, и они все говорят, когда же вас будет много, мы устали так жить, мы хотим жить в новом государстве, честном и справедливом, мы не хотим брать взяток. Скоро эта ситуация наступит и в Казахстане. Жестокость белорусской власти свидетельствует о бессилии режима Лукашенко. 16 августа протесты в Минске побили рекорд по массовости. 300 тысяч человек собрались около Стеллы, чтобы почтить память жертв среди демонстрантов. Нам еще предстоит узнать, сколько людей пострадало и погибло во время стихийных задержаний ОМОНом. Чтобы обеспечить такую преданность силовиков, режиму нужен хорошо заполненный налоговыми отчислениями бюджет. За прошедшую после выборов неделю серьезно пошатнулись финансовая и силовая поддержки режима. В бессрочную забастовку уходят работники ключевых предприятий. Они отказываются выходить на рабочие места, требуют пересчета голосов и признания оппозиционных кандидатов. Кто проголосовал за Лукашенко, поднимите руку. Кто проголосовал за Сихановскую? Уходи! 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 Бывшие и настоящие сотрудники силовых структур публично отказываются от погонов, которыми раньше гордились. Эта форма испачкана кровью невинных людей и больше не может вызывать уважение. Не менее важная идеологическая поддержка режима также ослаблена. Ведущие управленцы, журналисты и дикторы по собственному желанию увольняются из государственных каналов. Я больше не ведущий этого телепроекта. Ушел сам, не без приключений, но ушел. Пять лет я негласно был медийным лицом. Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не мог себе представить и не подумал бы, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа. Даже правительство отказалось работать с нелегитимным президентом. 15 августа министры в полном составе сложили свои полномочия. Никто не поддерживает власть безумца. Несоразмерная жестокость режима к протестующим стала главной его ошибкой. Все больше людей отказываются выполнять преступные приказы и переходят на сторону народа. Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я это не позволю вам. Когда Лукашенко окончательно лишится рычагов влияния внутри страны, ему придется бежать за границу. Власть в Беларуси должно будет занять временное правительство для проведения прозрачных народных выборов. Мы, граждане Казахстана, выражаем солидарность победившей на выборах Светлане Тихоносской и белорусскому народу. В Казахстане такая же диктатура, как в Беларуси. Поэтому для народа Казахстана очевидно, какими преступными методами пользуется Лукашенко. Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Вариантов убежища у Лукашенко осталось не так много. Демократические страны не признались в фальсифицированные выборы и требуют проведения новых. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Когда Лукашенко бежит из страны, последним буфером путинской диктатуры останется Казахстан. А Кординская группировка внимательно следит за судьбой последнего диктатора. Потому что им придется бежать следующими в случае смены власти в стране.